Режим, который пришел к власти у нас в стране с 1993 года и пребывает при ней по сегодняшний день, закрыл по оценкам многих специалистов около 80 тысяч промышленных предприятий. Казалось бы, когда нет промышленности, экология должна быть в надлежащем состоянии. Так ли это? Ну, то есть это совсем не так. Надо вообще сильно постараться, чтобы вот при тех условиях, что вы сказали, при закрытии действительно, по моим данным, тоже около 80 тысяч промышленных предприятий, мы с вами сейчас пребываем в состоянии экологической катастрофы, которая, как ни странно, ползет не только с территории Китая, который у нас сегодня чемпион мировой по выбросам, и не с территории Соединенных Штатов, а из России тоже. Значит, я могу начать с совершенно потрясающей новости, эпохальной, я считаю, совершенно топовой, она должна быть везде в топе новостей. Волга практически исчезает. Даже на центральные федеральные каналы вышла информация, это где сухое пересохшее русло. То, что мы имеем сейчас на Волге, это следствие бездумной, такой безмозглой индустриализации. Значит, откуда появляется на территории России экологическая катастрофа? Во-первых, мы, я сказала, пожинаем наследственно. Когда началось прикрещение подсечной земледелия, когда совершенно безобразной была индустриализация, проведена за счет дров или угля. Волга была загублена сетью плотин, уничтожена огромная территория плодороднейших земель. Значит, по данным об отравлении рек отходами и сбросами, сегодня все главнейшие реки России совершенно непригодны ни пить, ни купаться, ни вообще использовать эту воду для каких-то человеческих нужд. Самый грязный дон. Дальше чуть-чуть получше. Вот обь попадает в разряд грязных, несмотря на то, что это Волга на втором месте по грязи. На Волге ведь есть еще такая проблема, как очистные сооружения, построенные Волголагом еще. И с тех пор совершенно как невосстанавливаемые. У нас есть у Комитета 100 статья «Крик углического петуха». Там в Волгу летят отходы, и к Самаре это приходит просто канализационным стоком. Вся Волга. Еще замечательный эколог Хан Джин говорил, что Волга превращена в цепь гниющих болот. Смотрите, куда мы въезжаем. Глобально, с помощью прежде всего Америки и Китая, которых никто не может остановить в мире, мы получили сегодня в атмосфере 400 патп-миллион углекислого газа. Это критическое содержание. И, что замечательно, в кавычках, треть этого содержания поставляют мобильные источники. Внесенная на территорию России дурная мода автомобилизации добавляет вот эти 30% в атмосферу, и мы имеем углекислый газ, который быстро, как парниковый газ, поднимает температуру. Мало того, там накручивается вторичный эффект. В России большая полоса вечной мерзлоты. Она вся поплыла. А что это такое? Все равно холодильник миллион лет не размораживает. Там же и мамонты, и любые растительные и животные отходы это все пошло выбрасывать в атмосферу метан. А метан в 17 раз более мощный парниковый газ, чем СО2. Даже Путин где-то сознался, что в высоких широтах потепление идет в 4 раза быстрее. Мы высокие широты. Но в Канаде такого подскока температур нет. Ну, вы знаете что? Надо сказать, что наука сейчас пребывает в убогом состоянии, и когда говорят ученые там что-то, мне каждый раз не хочется этому верить. Два с половиной миллиона ученых из России просто выгнали, закрыто. Осталось почти реально где-то процентов 20 от того научного потенциала, что был в Советском Союзе. Да и он был не идеален. Я 37 лет проработала в Академии наук, в Институте проблем сначала физики твердого тела, потом технологии микроэлектроники. Там сидят мафии, которые не выпускают ничего. Вы посмотрите, что можно было бы сделать и очень легко. Давным-давно известны альтернативные двигатели, водородные двигатели. Я даже не говорю сейчас о биотопливе. Это может быть не самый хороший вариант. Уже по Лондону бегают водородные двигатели. Это смешнее того. Во время войны в Ленинградской блокаде, когда испытывала проблемы с бензином, какой-то простой старлей сумел, он механик бывший, с помощью Путиловского завода переоборудовал десятки грузовиков в аэростатной защите, пересадил на водородные двигатели. Но это мгновенно уменьшает прибыли олигархов. Давайте посмотрим, а олигархи у нас кто? Это такая компания землеубийц. Посмотрите, они все ресурсные. Они все сидят на ресурсах. Рокфеллеры – это нефть, Ротшильды – это золото. Про наших мы даже говорить не будем, не будем делать им рекламу. Но они все сидят на углеводородах, на лесе, которые поскромнее, на золоте, на рыбе, которую уже практически уничтожили. Значит так. Смотрите, мы молодцы такие, что устроили себе глобальное потепление. То, что оно антропогенного свойства, уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. У тебя хоть капля совести и ума осталась. Но, значит, с ним невозможно справляться. Вот там выбросы уменьши. Как их уменьшишь? Тут начинается политика. Я сказала, а политика начинается с олигархата. У нас на земле установился, миллионы лет, я не знаю, тысячи лет. Как? Такой глобальный мировой порядок, когда миром управляет маленькая кучка абсолютно невменяемых людей. Они настолько невменяемы, и что уже ползут какие-то доктрины, что они там рептилоиды, инопланетяне. Может, они просто психобольные? Вот на мой взгляд, это просто психически. Да их надо лечить просто. Электричество. Я не знаю, чем их лечить, если вообще такие методы лечения есть. Может, у них где-то в кустах там, может, они правда инопланетяне, у них где-то в кустах там звездолет припрятан. Но они рубят сук, на котором сидят. Они убегут, говорят, из России. Куда они убегут? Океан кислый, океан теплый. В океане, вот сейчас катастрофа в этом, в Норвегии, там пропадает норвежский лосось. Мы с вами без красной рыбы остались. Я вас поздравляю. Почему? Потому что от тепла расплодился фитопланктон. Он заклеивает в жабры лосось, и они задыхаются, гибнут массами. Значит, биологи предупредили, в ближайшие годы погибнут миллион разных биологических видов. А вообще за последние, скажем, 50 лет мы в океане оставили только 5% той рыбы, что была. Я работала в Японии, и там на всяких, так сказать, встречах таких приватных владелец в третьем, там в четвертом, что ли, поколении суши-бара сказал, я никогда не думал, что я не то, что там детям не смогу передать свой ресторан, я так вот и передавали его в этот сущий ресторан, он там в Мишленовске звезды имеет. Я никогда не думал, что мне придется его закрывать, потому что в океане нет рыбы. Смотрите, какая картинка получается. Благодаря тому, что у человечества не оказалось общественного иммунитета, чтобы справиться вот с этим натиском маленьких олигархических групп, которые захватили всю власть на земле, и все выстраивают под себя. Религии, где приветствуются рабы, и что-то там им обещается, где-то там в загробной жизни. Вот вранье тотальное они поселили, как на информационное поле, как жесточайшее загрязнение. И дальше они всех людей содержат в статусе рабов, но вы не станете возражать, что мы все рабы, потому что в такой стране богатейшей, с 40% сырьевых ресурсов под ногами, мы не можем, в принципе, физически жить так бедно. Это, если сказать, так сказать, о социологии, но я хочу сказать и о национальной безопасности. Значит, мы сейчас приблизились к картинке, когда национальная безопасность России просто не существует. Вот она занулили ее. Мы уже практически лишены суверенитета, да разве только мы. Вот тут я вернусь к 45-му году, мне очень хочется об этом сказать, потому что 93-й стал как бы вот таким ближайшим его предшественником стал 17-й год, когда было сильно вырублено, в общем, абсолютно порушен генофонд России, а еще и 45-й год добавил. Значит, по оценкам Дмитрия Ивановича Менделеева, который видел, что ситуация в России сложная, а он был человек универсального ума, потому что это был гений. Он занялся демографией и сказал, судя по росту народонаселения в царской России, к концу 20-го века у нас должно быть 490 миллионов. Товарищи коммунисты, где еще 350 миллионов? У Гитлера и англосаксов спросить надо, я думаю. Так, прекрасно. У Гитлера и англосаксов. Совершенно с вами согласны. Но только наполовину. Что касается англосаксов. Самая серьезная грязь, среди которой мы живем, это даже не СО2. Это загрязнение информационного поля ложью. Мы – цивилизация лжи. И вот от того, что мы настолько поражены ложью, мы живем в мире мифов. И это заставляет нас действовать в режиме самоуничтожения. В принципе, мы – цивилизация самоубийц. И это не только относится, скажем, к наркоманам, которых, кстати, в России 9 миллионов. Это же армия, убийца, вообще уничтожение. Это относится к тому, что мы вообще не ориентируемся в пространстве. Мы не понимаем, что есть что. Мы не только не можем выбрать здоровый образ жизни, здоровую еду, правильную линию поведения. Мы убиваем собственных детей, например, памперсами или бутылочками с бисфенолом. Не понимая, что делаем. Мамочки ведут детишек на пластиковые площадки, не зная, что есть такое слово «микропластик». От трения пластмассу возникает микропыль, и ребенок твой будет покойником, ну, в лучшем случае, инвалидом, потому что это загаживает весь организм. То есть нас включили в режим самоуничтожения. Ну, что самое интересное, те, кто включил, они же не на облаке. Они ровно то самое хлебают. И так про цивилизацию лжи. И откуда мы пришли? Где мы потеряли миллионы народонаселения, самых умных людей, и в результате получили самоубийственную политику, самоубийственную экономику и самоубийственную экологию? Я хотела бы сказать про Великую Отечественную войну, которая вообще просто один сплошной миф. Значит, я начну с того, что немцы – это родственники славян, у них у многих в значительном проценте находится тот же геном R1-A1, типичный для славян. Вообще мы очень похожи. Мы прекрасные воины, мы прекрасные труженики. Я уж не говорю, что мы все блондины с голубыми глазами. Мы хозяйственные люди. У нас очень крепкие семьи, там уважают фрау или свою жену. У нас вот такой прочный остров, я бы так сказала. Но всегда ведь можно найти в любом социуме кого-то, кто не вполне такой, у кого с мозгами плохо. Так был вылеплен Гитлер. Точно по такой же схеме вылеплен сейчас правый сектор в Украине. Абсолютно ничего не поменялось. Значит, финансирование банка Джи Пи Морган. Ну, какой-то художник, слушайте, какой-то вообще там… Кто? Гитлер. Гитлер – это чистая кукла. Вообще ничто полное. Ему зачем-то выдают свастику с надсанцеворота славянского, чтобы навсегда его загадить. Луначарский в 1922 году запрещает свастику на территории России под тем соусом, что это якобы фашистский символ. Из Гитлера вылепляется вот такое стенобитное оружие и начинают славяне бить друг друга. Как сейчас вот украинцы с русскими, так пошли немцы с русскими бить друг друга. Кого мы победили, уважаемые граждане? Значит, нам все время показывают шоу. Значит, вот дошли до Берлина, воткнули знамя, потом знамена бросали к Кремлю. Там, кстати, было около 20% кайзеровских знамен. Они красивее на картинке смотрятся. Настоящая победа во Второй мировой войне была зафиксирована в июле 1944 года в маленьком курортном городке Бреттон-Вудс в Соединенных Штатах, где собрались американские банкиры. Они подписали так называемые Бреттон-Вудские соглашения, которые работали до марта этого года. Они были основой финансовых расчетов, из которых изымался в качестве реперной точки золотой стандарт и вводился в качестве мировой резервной валюты доллар. Доллар победил, пакс Американо. И к этому моменту у Соединенных Штатов было до 70% мирового золота, потому что бьющиеся Германия и Россия вынуждены были платить Америке золотом за все, чего они у себя раскрошили. Мало того, к этому моменту до 60% промышленного производства, которое уничтожено было в Европе, хоть в России, хоть в Германии, переехало в Соединенные Штаты, Штаты вышли из Великой Депрессии. Ну вот и все. Ну вот и все. Вообще, так сказать, а мы за эту вот сказку заплатили, ну, официально признают уже 30 миллионов жизней. Слушайте, эта дыра не зарастает. У нас был выбор. У нас выбора не было. У нас действительно выбора не было. И, конечно, мы земно кланяемся нашим ветеранам, которые работали вот в предложенных обстоятельствах. Они землю свою, мать свою защищали. А был ли выбор у русских в 917 году после того, как в феврале месяце представители глобальных элит свергли династию Романовых? Ну, давайте чуть-чуть назад пойдем. В конец 19 века. В конце 19 века сразу в двух странах в Великобритании и в США было создано так называемое общество друзей русской свободы. Во всяком случае, это было такое сообщество тех, кто согласился финансировать революцию в России. Россия всегда была лакомым куском огромная территория, гигантские запасы сырья. И очень, я бы сказала, ну, доверчиво даже здесь слово не подходит. Мне бы хотелось сказать какое-то слово более жесткое. Потому что, ну, нельзя так сдавать себя и нельзя так сдавать собственных детей. Надо думать головой и надо вообще защищаться. Патрио-муэрте, сказала Куба. Да? Родина или смерть? Вот жестче надо стоять. Вот сейчас, понимаете, под дачный сезон в прошлом году нам втянули пенсионную реформу, а под этот что? Я уже говорю, люди живут, вот квартира, дача, все, я не лезу в политику. Ну, говорил Бисмарк или не знаю кто, но ты не занимаешься политикой, она займешься тобой. Мы аполитичный народ. Я работала и в Париже, каждый день забастовка. Вот не доедешь до университета, чтобы не встретилась забастовка. Желтые жилеты, 30 недель выходят. Вот что Россия молчит? Я не биолог, я не генетик, я не физиолог. Я не знаю, чего не хватает русским. Но они не умеют защищаться. И это миф, что мы там что-то где-то кого-то победили. Пока что побеждают глобально нас. Мне было очень стыдно работать в науке, вот в электронике, и приезжать, скажем, в ту же Японию, где нам говорили, вы отстали навсегда. Чего нам не хватало? Потому что, когда появляется русский профессор, как я, к нам стягиваются все аспиранты и студенты, вот ко мне, к моему мужу, потому что они видят, что у нас гигантский творческий потенциал, и они могут сделать прекрасную работу, кандидатскую, из чисто таких прагматических интересов. Но почему в масштабах страны вся наука в руках мафии академической, которая вообще просто душит вот так все, точно так же, как сырьевая мафия не пускает изобретение, открытие. У нас же миллионы изобретений лежат под сукном, причем не одно столетие. И точно так же в русской академии наук, в академии наук СССР просто душили людей до самоубийства. Смотрите, как Андрея Козырева душили, который создал «Зеркала Козырева». Это же прорывное достижение. Как в концлагере мучился Чижевский, создатель гелиобиологии. А сейчас, между прочим, совсем на днях пришло известие о том, что уникальная коллекция Николая Вавилова, опять же, замученного в концлагере насмерть, вывезена из России в банк Ротшильда. Люди в блокаде в институте растениеводства сидели на этих коробках с зерном, по сути, и не ели его, умирали. Там даже, по-моему, мемориальная доска висит, что ценой собственной жизни была спасена коллекция Вавилова. И где она сегодня? То есть вы считаете, что в конфликте Лысенко, по-моему, Лысенко, да? Да. Вавилов, Полысенко, шарлатан, да? А Вавилов ученый. Почему? Я не знаю. Есть другое мнение на этот счет? Нет, я знаю это другое мнение. Вы знаете, я не могу, еще раз повторяю, я не биолог, я вообще не люблю художественную самодеятельность. Я вот тут просто не отвечу на ваш вопрос, но коменс. Я не знаю достаточно хорошо вот эту область, но я могу допустить, что вот эти конъюнктурные соображения, они действуют как с одной стороны, так и с другой. Я десятки раз видела такие конфликты, где правой стороны просто не было. То есть и та, и другая сторона была вынуждена идти на какие-то компромиссы, чтобы выжить. Я знаю эту другую точку зрения, то есть я ее читала. Но грамотно, квалифицированно прокомментировать я ее не могу в силу моей профессиональной неподготовленности. Это не моя область. Значит, только одно понятно, что в концлагерь ученого бросать не надо. И не надо, чтобы Королев и Туполев работали за решеткой в концлагере. Вот они там сидели, и что они сделали-то в результате, мы чему радуемся? Королев на чем сделал ракету? На гептили-гидрозине. Это жуткий таксин. На чем сделал свой самолет Туполев? Ну, понятно, на керосин. На керосин. Ну, вот, получите, товарищи, вот-вот, теперь кушайте. У вас по жилам течет угольная кислота, вы больны в дребезги, а ваши дети вообще не знают, кто. На чем можно было сделать ракету с вашей точки зрения? Ну, я опять же не ракетчик, вы что? У меня физика твердого тела специальности. Моя докторская называлась двумерной сверхрешетки. Я не скажу вам про поводу топлива. Я только знаю, какие пробы грунта берут в Плесецке, например, не на Большом космодроме. Там же все больны, безумно больны. Скажите, в чем основная проблема в экологии именно России? Учитывая то, что закрыто 80 тысяч промышленных предприятий, а проблемы в экологии остались. За счет чего они остались? Ну, давайте разложим все это по полочкам. Ну, во-первых, выбросы России в атмосферу ничтожны. Поэтому говорить, что Россия экологически какое-то что-то что-то плохое экологически в мировом масштабе нельзя. Более того, Россия экологический донор. Есть такое понятие экологического долга, когда вот кончаются уже способности окружающей среды компенсировать тот вред, который ей нанес человек. Он во время, временем изменяется, календарем. Раньше он где-то в декабре наступал, когда мы уже вот все испачкали, а дальше уже природа. А сейчас он где-то в августе. Так вот, Россия имеет до сих пор, где-то октябрь-ноябрь, вот это было во всяком случае так. То есть мы экологически неплохи по сравнению с той же... Ну, Китай это вообще просто экологический преступник. Потому что они купили заводы третьего, четвертого поколения, дешевые в Канаде и в США, и он не видно из космоса. И реки все загубили, и все на свете. Но что плохо в России? Значит, 80 тысяч предприятий закрывать не надо было. В России, например, есть проблема тяжелейшая, я сказала, уже рек. Теперь мусора. Вы посмотрите, совсем на днях Минприрода на 4 года продлила разрешение на открытые ТБО вот эти свалки. То есть свалив канаву, это очень дешево. У нас выделяются деньги на переработку мусора, а ничего не строится. Но вообще не тут начало. Начинать... Вообще экология начинается с политики, с политической воли. Мусор не надо производить. Вот отсюда, а уж как его потом утилизировать, это дело сотое. В Советском Союзе не было столько мусора. Пластик сейчас запрещают повсеместно. Европа, даже Мексика уже запрещает пластик. Россия производит во все. Значит, ТБО это безобразие, вот эти твердые бытовые отходы, свалки. Значит, 7, по-моему, процентов в России только перерабатывается. А что это за переработка-то? Это просто сваливается в кучу и потом гранулируются такие гранулы не весть, какие получаются, которые не весть, куда девать. А до, по-моему, 90 с чем-то перерабатывается в Европе. Я сама видела в Вене мусоросжигательный завод, мусороперерабатывающий, который стоит стенка к стенке с жилым кварталом чуть ли не со школой. У него выбросов нет. Но тогда стоимость этих очистных сооружений становится сравнимой с стоимостью предприятия. Поэтому я бы сказала, в России, как и во всем мире, проблема экологии одна, политическая. Нужно открывать эти 80 тысяч предприятий, может, не в таком количестве, но они должны быть высокотехнологичными. Нужно уничтожать мегаполисы, это вообще убийство для человека и природы, и создавать расселение людей равномерное в виде экопоселений с замкнутым циклом. Вот должен был об этом рассказать Юрий Леонидович Ткаченко, кандидат технических наук, доцент МВТУ Минибаумана. Он как раз развивает идею экологизации техносферы. Мы же не будем с вами все равно на лошадях ездить, правда? Мы сохраним эту техносферу, но ее надо экологизировать. Раз. Во-вторых, это, понимаете, не с помойки все это начинается, помойка, вообще ее быть не должно, этой помойки. Все можно сделать. Начинается все со лжи и с убийства умных. Если не убили, то куда-то на социальное дно запихали. Меня, например, из института выгнали по статье за нарушение трудовой дисциплины, потому что я отказалась писать какие-то там отчеты о несуществующей работе. Вообще сейчас все науку закрывать придется. Понимаете, какая штука? Экологическая проблема во всем мире одинаковая в том смысле, что правящие люди хотят получить деньги здесь и сейчас. И полностью им наплевать. Они думают на то, что будет завтра. Они думают, что они все купят. Как с этим бороться? Это дело политиков и вообще всех нас. Мы пришли к такой ситуации, когда сейчас, что называется, на бочку придется положить весь ресурс, который остался вообще у человечества, соединиться всем с желтым жилетом экологическому движению Великобритании, который перекрывает мост Ватерлоу, приклеивают себя парни, чтобы полиция не сняла. Говорит, убирайте выбросы, потому что 40 градусов в Европе уже который год, 43 даже, потому что в Великобритании нет воды. Почему выводят миллионы на улице флешмобом каждую пятницу? Это называется Extinction Rebellion, то есть по-русски это бунт против вымирания. Шведская девочка Грета Тумберг, которая говорит, а что я в школу, зачем я буду уходить, если я умру через пару лет? Она миллион выводит каждую пятницу. В прошлую пятницу, по-моему, из 110 стран вышел миллион школьников. Но они что говорят? Боритесь против выбросов. Этого мало. Там уже подключился Шварценеггер. Ребята, это опять шоу. Это опять шоу. Как он был с шоуменом на посту губернатора? Это опять шоу. Начинать не с этого надо. Начинать надо с того, что экономика не должна быть заточена под единственный параметр прибыль. Так быть не может. Есть масса альтернативных экономических схем. Бойко присылает мне прекрасные материалы. Есть Довгель в Минске, который прекрасно дает альтернативные схемы организации экономики, но для этого нужна политическая воля. А поэтому если сейчас всю секунду быстро, бегом экологических активистов не только России, но и всего мира не сделать властью, нас не будет, причем в кратчайшие сроки. Климатологи, по-моему, 37-38 стран два года назад, по-моему, около двух, написали такое заключение в коммунике о том, что то, что закачано сейчас уже в атмосферу, будет гореть еще сто лет, повышать нам температуру углекислый газ. И поэтому у человечества осталось буквально несколько лет, если не предпринять энергичных мер по спасению жизни просто белковых тел на земле. Они разослали этот доклад всем главам государств мира и ООН, все засекретили. Но один вышел швейцарец и дал интервью, благодаря чему мы знаем об этом докладе. Поэтому русская проблема, ничем не отличима от иностранных, надо создавать быстро Международный Комитет Спасения Планеты. Мы об этом написали еще семь лет назад, Комитет СТА. Смотрите, что показали выборы в Европарламент. К власти пошли зеленые партии. Третье место в Германии и второе место во Франции. Нет, третье место во Франции и второе место в Германии. Но Марин Лепен, которая получила первое место во Франции, это практически зеленые. Это национальный фронт. А национальный значит природный. Перемешивать людей это значит вообще уродовать экологию. Вот что сейчас означает китаизация России? А это же не только геополитический кошмар и геополитическая жутчайшая опасность. Просто смертельная опасность. Уже Сибирь практически. Вот недавно Син Цзиньпинь сказал, а мы не будем уничтожать русское население. Чего там? Живите рядом с нами. Добрый какой. Вот добрый такой человек. Вот добрый. Они же тащат на хвосте экологическую катастрофу. Вы посмотрите, как они рубят тайгу Сибирску. Это же ужас. Они бросают все это, отходы там. Все будет гнить, гореть, пропадать и заражать весь ареал. Они уже в Архангельской области китайцы рубят леса. Вот такая картинка, что... Им разрешают, они и рубят. Естественно, мы с вами уже сказали, все начинается с политики. Вот этот какой-то продажный губернатор или кто там, он хочет получить... Скорее президент, а не губернатор. Рыба гниет с головы. Ну, с головы всегда, конечно, она гниет. Вы знаете, что мы всегда говорим о том, что не надо сосредоточиться на криках долой, пока ты не сделал альтернативу. А пока ты не уберешь этих, они сами не уйдут, альтернатива не появится. Ну, согласилась я с вами. Согласилась я с вами, Артем, значит, во всяком случае, если все мы дружно, ну, все в любом случае не получится. Как говорил Бернард Шоу, сколько там процентов думают? Два. Три процента еще думают, что думают, а 95 все отдадут, чтобы жить, не думая. Но вот вы знаете, когда приходит опасность, уже не удастся где-то на грядках отсидеться. Надо сейчас понять как-то вот, я думаю, что мы с вами делаем сейчас какое-то такое важное экологическое дело, потому что, может быть, хоть несколько человек встанет в эти ряды и поймет, что нужно действовать быстро. Во-первых, на индивидуальном уровне надо действовать быстро. Сел за руль автомобиля, понимая, что ты добавляешь углекислый газ, ну, не езди зря. Не потребляй много, не трать ты денег много, не надо вещей много покупать. Минимализм сейчас в Европе гигантская мода. Детишки молодые, там эти, ну, не совсем детишки, там, скажем, молодые парни, девушки, снимают крошечные квартиры, там, 7-10 метров, студию, то, что называется, не топят их, там, до 15 градусов, не разгоняют дальше. вещи отдают в магазины вторички, которые они, ну, еще годны для применения. Вот это же простенькие вещи. Ну, я уж молчу, там, не пей, не кури, не бери там кредитов, не кормят эту банковскую систему. Ну, если уж совсем не подперла, потому что наша провинция берет кредиты, это капюши, есть нечем. В общем, не давай себя в обиду, наверное, это самое главное. И не будь глупым пластилином, из которого каждый негодяй может лепить все, что угодно. Ты же детьми за это платишь. Думай. Меня обычно обрушиваются за этот призыв думать. Вот люди хотят, понимаете, какой-то вот золотой ключик, что ли, вот так повернул, как Буратино, да, и бамс, открылась дверца, а там волшебная страна. Ну, нет золотого ключика. Придется самим как-то вот каждый день чего-то отказываться, что-то думать, отказываться от этих вот штампов о нашем величии, о наших победах. Ну, были бы мы великие победители, мы же так бы жили, что ли? Вот директор института в Халле, в зале в Германии, как-то у нас была конференция на чешской границе, в общем, короче, он меня на своей машине БМВ провез полгермании. Это что, побежденные? Да, мы победители, ну, заедьте вон за эту. За Сергиев Посад. Мы ездим все время на Верхнюю Волгу. Там же стиральная доска вместо дороги. Ну, и нельзя сказать о том, что, не сказать, о том, что, в общем, отделяя всякую идеологию, психологию, какой экологический вред наносит клерикализация страны. Экологический. Экологический, страшный экологический вред. Во-первых, она убирает экологию сознания. Вместо того, чтобы думать, она приказывает верить. Не надо сказки рассказывать. Наука, религия всегда были антиподами. Они, ученые, жгли, давили. Вот они же, жгли все это. Надо такое придумать, бороться с оппонентом, сжигая его живьем на костре. Очень элегантный способ. Так Господь велел. Ага, живьем человеку закинуть в костер. Это же додуматься надо. И вот кто-то это совсем же надо совсем покривиться. Российские клерикалы вам скажут, что это неправильные клерикалы западные жгли, а вот мы такого не делали. Ага. Мы были в Пскове, где, кстати, в местном краеведческом музее. Были, это не значит, на три дня заехали. Вот так мы не делали. Мы там с мужем снимаем квартиру и жили там, в общей сложности, по-моему, полгода мы жили в Пскове в течение нескольких лет. У нас там несколько активных групп, политических, с которыми мы работаем, потому что там информационный вакуум, и надо помогать. Во-первых, там полно языческих артефактов в местном краеведческом музее. Во-вторых, в Изборске, прямо на стенах эти вещи. Потом нам показали место, где в Пскове сожгли, по-моему, 20 волхвов и что-то примерно столько же ведьм. Но это повсеместно творилось. Что в одном Пскове, что ли там Днепр был красный. Так что это экологический вред номер раз. Убирать способность мыслить. Это просто смертельный экологический вред. И совсем уже утилитарный, совсем просто. Три церкви в день Гундяев хвастается, что он открывает. Да не пустые все стоят, но это второй вопрос. Они ставят торговые точки. Они столбят территории. Вот сюда, в Екатеринбурге было. Безналоговые торговые точки. Да, там же налогом не облагали. Мало того, им в конце прошлого года, по-моему, 42 миллиарда кинули церкви, аффилированные с ней организации. Ну, так, поддержать. Нравственность. Банк у них свой есть. Духовность. С русским названием Пересвет. Пересвет. Да, что это Пересвет? Он боролся, дрался с захватчиками, которых не было. Они отнимают последние строительные материалы у планеты Земля. Вообще-то кончаются ресурсы. Всякие ресурсы кончаются. Они стройматериалов в черту в уйму на это дело изводят. Второе. Они рубят леса. Они деревья рубят. Сейчас идет жуткая битва в Южно-Приморском, по-моему, правильно, парке Петербурга. Они рубят парк, чтобы поставить церковь. Екатеринбург. Мы записали целый ролик на эту тему. Люди встали против вырубки сквера. Говорят, там Навальный раскрутил там Майдан. Ну, может, и были там Навальновцы. Странно же, если бы там не были, потому что Урал – это линия разреза. Они будут ловить любую нестабильность и раскручивать ее. Но объективно-то деревья-то нельзя рубить, потому что рядом Курганская область выгорела дотла. Каждое дерево на вес золота. Вы посчитайте, там вам скажут, сколько людей кормляет кислородом одно-единственное дерево. Если горит уже вся Иркутская область, сгорел Курган, что надо последние деревья в садике вырубить в Екатеринбурге? В парке Патриот в Подмосковье. Огромные тут же собираются вот этот вот. В чистом поле кто-то ходить-то будет? Сколько деревьев посчитать? Возить будут админресурсом детей наших. Считайте, сколько вы деревьев вырубили. Так, ладно, поставили вот эти бетонные коробки. Слушайте, люди. Их надо отапливать, их надо освещать. А между прочим, вам любой скажет эксперт, вот Острецов Игорь Николаевич, что у нас энергетическое вообще-то, говоря, уже не хватает генерирующих мощностей. Вот это все будут такие застывшие, холодные, темные громады бетонные. И этим все и кончится. Точно так же, как Москва в роли мегаполиса, где уже даже и воробьев-то нет в Москве. Настолько все изуродована экосистема. Москва вообще для жизни непригодна. Как вы считаете, с какой целью проводится массовое оглупление народа при помощи телевидения? Ну, я имею в виду там всякие так называемые политические ток-шоу, Дом-2 и прочее, и прочее, и прочее. Просто даже не хочется комментировать настолько. Вы знаете, это все равно что-то в помойку залезть и сортировать разные сорта, так сказать, помоев. Ну, цель та же. То есть, людям, во-первых, вбить какие-то положения, которые совершенно никакого соприкосновения с реальностью не имеют. Что-то, какую-то фальшивую картинку мира им подсунуть вместо реальной. совершенно другую вот несоответствующую реальности первое, второе. Оттянуть их. Вообще, у них задача простая отвлекать и развлекать. Оттянуть их от решения реальных проблем. Вы включите, что там идет. Какая-то девица голая выскочила на футбольное поле, там топовая новость номер один. Оттянуть вот на всякую глупость и не дать прикоснуться к реальным проблемам. Реальных проблем там вообще нет. Вам расскажу что угодно, кроме реальных. что вымирает там с голоду кто-то, что закрыта промышленность в больнице и так далее. Второе. Не только создать искусственную картину мира, которая нужна управляющим структурам. Людей сделать дураками и развратниками. Там же разврат идет. Пропаганда разврата, так сказать, ну, семислойная. Там вся вот эта пугачевщина гуляет вам, будут показывать эту старуху там с малыми детишками, с молодым мужем, что угодно. То есть показать, что мерзость это норма. А ведь это что? Это геноцид. Это форма геноцида. Это разрушение моральных устоев, семьи, это развращение детей, это включение всего народа в тот же самый механизм самоуничтожения. Причем за их же деньги. Они будут покупать наркотики, эти электронные сигареты, они будут в какие-то ЛГБТ-сообщества лезть. Кстати, я хотела бы их защитить, ЛГБТ-сообщества. Да, представьте себе. Ну, не их агрессивные там, они же в день детей провели там в эту демонстрацию первую, не их агрессию, но я хотела бы отнестись к ним несколько иначе. Дело в том, что мы изуродовали молодые поколения. Я много раз встречалась в Париже в частности. Эти мальчики несчастные, у них гормональный ансамбль сломан. Они не видят женщин, у них не хватает этого тестостерона, у них вообще гормональный ансамбль никакой. Вы знаете, что у нас бесплодие мужчин гораздо больше, чем у женщин? Вообще всегда и природа, и политика бьет по лидеру популяции мужчину. Я отнюдь не феминистка. Лидер популяции мужчина. Вот и все. И у нас в семье патриархат. Это нормально. Это природно. Так вот, бьют по мужчинам. Вот их, значит, выводят те, кто еще не в конце, не до конца свалились в эту голубую ориентацию, их вытаскивают на эти гей-фарады и дожимают туда. А считаете ли вы, что у нас в России матриархат? То есть у нас подавляющее большинство в принципе генетически нормальных мужчин является подкаблучниками? Ну, конечно. И понятно, почему. Ну, если 40 миллионов мужиков убить молодых на войне, вот что будет-то? У нас же как это? Я и лошадь, я и бык, я и баба, я и мужик. Это трагедия и для мужчин, и женщин, и для детей. Да, конечно. Мужественность вот эта, вы понимаете, как женщин тащат, феминизм-то, это движение, кто финансировал? Опять Ротшардовский банк. Потому что это разрушение семьи. У них мечта-то только одна. Это геноцид. Сократить число ртов и оставшиеся ресурсы, чтобы хватило вот этой вот кочке управляющей. Только так. То, что у нас безобразное положение, мужчины, их надо поднимать, их надо спасать. Я бы думаю, что, может быть, с армией надо быстро что-то думать, потому что нельзя так уродовать. У меня сын отслужил в армии со второго курса, содрали его туда. Я видела, каким он пришел, а племянник вообще в институт не вернулся. Все, сыну изуродовали. Нервы, он вскакивал по ночам, кричал. Спину сорвали, желудок порвали. Зачем? Что делать в этих условиях? Я уже сказала, зеленых во власть. Зелеными я называю разумных людей, которых, понимаете, прежде всего, это люди, у которых все в порядке с экологией сознания. Вот это люди, у которых искренне от генетически сильное чувство земли. Вот кто идет в волонтеры-экологи? Вот воронежское гигантское антиникелевое движение. Я бы хотела сказать про Антона Андреевича по фамилии Пунток. Это Самарская зеленая лига, которая просто ставит вот такие пикеты у деревьев, показывает, как уничтожаются речки, маленькие притоки. Вот поддержите самарцы Самарскую зеленую лигу и Антона. Он рассказывает, что творится в Швеции, как там в лесопарках бегают зайцы, эти ежики, а у нас в Москве уже и воробьев нет. Тысячу есть способов сражаться с этим делом. Я, например, покупаю только на рынке. Я бы хотела сказать, например, о замечательном экологе. Ее зовут Наталья Викторовна Грибова. Она не только фермеры продает вот здесь нормальные продукты, которые можно есть. Но заплатите вы лишние 20 рублей, не покупайте эту отраву в супермаркете. Вы же, во-первых, поддержите отечественного производителя, а во-вторых, вы себе здоровье спасете. Вы на лекарствах потом сэкономите. Вот я уже говорила о другой фермере, о Людмиле Федоровне Зенкиной из Рязани, которая организовала Спаски, ну, одна из организаторов, Спаское движение против свалки, против мусорной вот это вот. А вот Крымчанка, это наша дорогая Наталья Викторовна, она же занимается, она политически грамотная, она у нее с экологией сознания все в порядке. Она берет наши ролики и распространяет их в Крыму. Наши книги туда везет. Вот понимаете, это кажется мелочь, но вот из таких мелочей, если мы сейчас не сложим наш иммунитет, надо восстанавливать разрушенный иммунитет. Сейчас очень много различных людей в интернете, группы, то есть это вал такой идет, что в супермаркетах продается не настоящая химическая еда, что это искусственный творог, что значит мясо наколото антибиотиками, так ли это? Конечно так. Значит, в нашем коллективе работает Ирина Владимировна Ермакова, доктор биологических наук, которая просто криком кричит про то, что у нас все заражено генетически модифицированными продуктами. То, что на агрокомплексах антибиотики и стимуляторы роста, ни для кого не секрет. А откуда у нас взялись девочки с ногами по два метра? Это бройлерные цыплята, насущенные гормонами роста. Это, как говорится, уже общее место, про это никто и не скрывает. А модельеры, чтобы подстроиться, чтобы им деньги платили те же вышеуказанные банки, они сделали вот эту родину образцом женской красоты, хотя она просто рахит. Ну вот, одно за другим вот так вот нанизывается то, что в супермаркетах продукты вытесняют отечественные, качественные, фермеров. Фермеров душат вообще просто всюду и везде. При такой огромной земле Россия на каком-то там из последних мест по выпуску экопродукции. У нас и маркировки никакой нет, и ничего вы не узнаете, так сказать, из того, что вы там получили. Вот то там лежит или что-то еще. Миллион тонн пальмового масла мы съедаем. В результате Россия первая в мире страна по числу инсультов. Каждые полторы минуты у нас кто-то падает с инсультом, потому что это клей для сосудов, пальмовое масло. Это все равно что липучку прилепить на стенку сосуду, у вас обязательно там залезет тромб. Это одна из проблем на самом деле, и так же, как про мусор его утилизация, это проблема, которая сидит, можно сказать, на хвосте наших проблем. Она есть следствие нашего, вот собственно нашего, не надо все время на власть. Власть делает то, что ей позволяют. Это наша проблема, это мы виноваты, что дети наши все больны, что они едят дрянь, и что они болеют, и что они очень рано умрут. И очень может быть у нас на руках. Что надо делать? У нас по конституции положено местное самоуправление. И есть масса стран, где оно прекрасно работает. Я уж молчу про Исландию, которая вообще сумела выстроить там жизнь так, что они практически не зависят от мировой финансовой системы. Ну, относительно, конечно. почему люди считают, что политика это дело дяди? Ведь дядя будет заниматься, но только не в твоих интересах. Положено местное самоуправление. Хочешь жить? Хочешь иметь ребенка здорового, не больного, чтобы он не ел всякую дрянь? Встань и займись. Возьми, поди в народный контроль. Сделай какие-то анализы еды, воды. Кстати, с нами работают, допустим, ребята в том же Угличе, в том же Рыбинске, которые на свои деньги берут воду, несут и доказывают. Можно все доказать, можно давить даже на эту власть, но ее надо поддавливать. Она же так разбушевалась, потому что она на полном просторе работает. Народ у нас абсолютный. Вот черная дыра, он лежит, молчит. Интернет просто забит, так сказать, комплиментами, в кавычках, в адрес русского народа. Биомасса, биомусор, биохлам и так далее. Чего мы не сопротивляемся? Мы спокойно даем себя уморить. Хотя можно в рамках действующей конституции делать что-то. Ну что, Тимур Шаук поедет? Ну делай что-то, не сиди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова